Всем привет! Сегодня я хотела бы вам рассказать про такие вот устойчивые тени в виде карандашей от Urban Decay. Это линия 24 на 7. Вот так они выглядят. Eye Shadow Sticks. У меня есть набор, который состоит из пяти. К сожалению, коробочку не пришлось выкинуть, потому что в процессе переезда от всякого балласта, от всего лишнего, приходится избавляться достаточно быстро. Но, тем не менее, я думаю, что если вы когда-то увидите их в интернете или еще где-то, вы не ошибетесь. Они почти всегда идут в наборе вот из этих пяти цветов. Три нейтральных. Один из них темный, такой вот как для Smoke Eye, темный коричневый. И он больше, он не сколько металлический, сколько у него такой сатиновый, слегка перламутровый блеск. Это более металлический, такой топовый, так называемый, то есть такой розово-сливово-коричневый, но более светлый. И вот такой вот цвет шампанского, который достаточно приятный. Вот оба этих можно использовать, покрывая полностью весь глаз и только потом нанося под водку и тушь. Но для того, чтобы осветить внутренний уголок глаза, его тоже можно использовать. Однако он немножко темнее, чем мне бы хотелось для подобных целей. Вот еще два. Это уже два таких ярко-цветных, которых ими можно поиграть, чтобы как-то украсить, разнообразить ваш повседневный макияж. И давайте я вам быстренько покажу свочи на руке. Я поставлю также ссылку внизу этого видео в описании на ревью этого же продукта на английском языке, где вы можете посмотреть, как я с их помощью сделала вот этот вот макияж. Там все я это показываю и рассказываю достаточно подробно. Несмотря на то, что видео на английском, я думаю, без труда поймете основную процедуру. Там, в принципе, все прозрачно и все показано. Вот. Ну, а здесь я просто, наверное, поговорю и покажу вам свочи. Ну что, начнем с первого. Это у нас Rehab. Один из самых темных оттенков. И вот так он выглядит. Давайте я немножко поинтенсивнее его нанесу, чтобы вам было видно. Видите, у него такой серебристый отцвет. Это такой темный коричневый цвет. Слегка, может быть, совсем слегка красноватый. Но серебристый отцвет, он компенсирует эту красноту достаточно неплохо. Второй. Это более светлый, который можно наносить практически на все века. Называется он Rehab. Так он выглядит. Вот это вот такой розово-сливово-коричневый. С серебристым. Ну, таким каком-то... Да, я бы сказала серебристым отливом. Он более металлический. Самый светлый в этом наборе нейтральный. Это цвет шампанского. Называется он Seine. Видите, что в принципе он достаточно светлый, но база у него достаточно темная. Поэтому его можно использовать на все века, если у вас большие, широко открытые глазки. У меня глаза hooded, то есть у меня кожа закрывает некую часть глаза, и глаза у меня достаточно небольшие. Поэтому если я ношу очень светлые тени на весь глаз, глаза становятся еще меньше, к сожалению. Ну, а для больших глазок это вполне может подойти. Для подсвечивания внутренней части века как-то все-таки я предпочитаю более светлые тени. Но судите сами. И двое цветных, которые на самом деле мои любимые, потому что их я больше использую как цветные айлайнеры. И эту функцию они выполняют просто великолепно. Это вот такой глубокий фиолетовый цвет с розовыми блестками. Очень интересный и красивый эффект создает. Вот давайте я вам еще раз покажу поближе. Примерно вот так это выглядит. Очень он мне нравится. Именно потому, что я его использую как лайнер. И вот такой яркий, чуть ли не неоновый, бирюзово-голубой с серебристыми блестками. Я бы его любила еще больше, если бы блестки были все-таки, наверное, даже золотистыми. Серебристые вот эти блестки, они какие-то немножко примитивные. Какую-то примитивность они продают этому цвету. Но, опять же, это дело хозяйское. Давайте я вам покажу еще раз все вместе с фочи. Что касается качества. Ну, тут мне не могут разойтись. У меня очень сложное отношение с этими карандашами. Карандашами, потому что я вроде бы их и люблю, и на самом деле и ненавижу. Такой love-hate relationship, как говорят по-английски. С одной стороны, да, действительно, они продают обалденный такой металлический отцвет. Но, может быть, это лично мое такое отношение. Когда я наношу металлические тени, мне хочется, чтобы они выглядели, вы знаете, как вот лист фольги, который вот плавно так вот наклеили на все веко. Я хочу, чтобы они были настолько гладкие, настолько вот идеально, как вот отфотошопленные глаза, у которых есть вот этот вот металлический отблеск. Мне не нравится видеть такую структуру на глазах. Я не хочу, чтобы металлические тени подчеркивали каждую сладку. Они имеют такое свойство очень часто. Именно из-за того, что они настолько отсвечивают. Поэтому любая складка на веке, она становится еще темнее. И любой вот переход текстуры становится еще более ярко подсвеченным. Поэтому выбрать правильные металлические тени, на самом деле, не так-то легко. Особенно, если вам, скажем так, больше 20 лет. Поэтому эти, вот эти конкретно карандаши, они не самые лучшие в этом смысле. Они, да, они создают металлический эффект. Но, я думаю, вы видите, вот каждую складку на моем веке вы можете достаточно четко различать. И есть у них такое свойство ложиться несколько кусками, какими-то пластами, я даже сказала. Потому что тени в такой формулировке очень часто, тени такой формулировки, которые должны носиться долго, они по определению быстро сохнут. Но при этом эти сохнут настолько быстро, что у меня нет даже времени их растушевать. Поэтому, если вы посмотрите на видео, где я демонстрирую, как я их использую, я накладываю их маленькими коротенькими штришками. И каждый раз пальцем быстро это начинаю растушевывать. Потому что времени на растушевку у меня максимум где-то 5-7 секунд. Не более того. При этом, если вы наносите их слоями, допустим, этот на все века посветлее и более темный, коричневый, чтобы подчеркнуть глубину глаза вот здесь, то наслаивать их еще тяжелее, они тушуются еще хуже. В этом они мне очень-очень не нравятся. По поводу стойкости, когда вы их нанесли, вот такой эффект будет длиться приблизительно 6 часов. После 6-8 часов они начинают трескаться. Не то чтобы очень очевидно, но вот именно на складках кожи, которые вы здесь можете видеть, они превращаются, вы знаете, как рак-клак-кракелюр. Вот примерно в таком же виде. Они не сворачиваются в эту складку, а скорее расходятся от нее. И вы видите их вот такими вот металлическими полосками. Не очень это красиво, это не самое страшное, что может, конечно, произойти с тенями на ваших глазах. Ну и небольшое это удовольствие, на самом деле. По той же самой причине, поскольку тени сохнут очень быстро, я никогда теперь их не ношу сразу. Вот когда я открываю колпачок, я никогда сразу не начинаю их наносить. Я всегда использую какую-нибудь салфетку, на которой я их сначала разрисовываю, чтобы снять ороговевший вот этот засохший слой этих теней. И только потом я начинаю что-то быстро делать. Вот. И если я кладу их на столик больше, чем на, скажем, 30 секунд, перед тем, как наносить их снова, я тоже опять их разрабатываю на бумажке, а потом наношу на веку. Такой метод позволяет меньше растягивать кожу на вашем веке, потому что, поверьте мне, когда они засыхают, и вы пытаетесь сразу вот так вот из упаковки попытаться что-то нанести, вы всю свою кожу на веке начинаете куда-то оттягивать. Это все выглядит каким-то куском металла, который вы куда-то накладываете, не можете растушевать. Это ужасно. Из-за этого же, из-за того, что их постоянно нужно освежать, обновлять, прежде чем использовать, они быстро расходуются. Что в моем случае хорошо, потому что тени не являются моими любимыми, и я с удовольствием по-быстрому ими попользуюсь, и по-быстрому от них избавлюсь. Использовать эти карандаши в качестве подводок, на мой взгляд, это идеально. Но они настолько толстые, что аккуратно сделать подводку с ними достаточно тяжело. Поэтому вот такого вида подводки, которые немножко растушеваны, они не обязаны быть такими вот очень точными, очень тонкими. Вот для этого я люблю вот эти карандаши, особенно вот эти два. Как раз такую создать яркую линию где-то вот снизу, на нижние веки. Они для этого идеальны, держатся они достаточно неплохо на водной линии, на нижнем утреннем веке. Но вот как тени, нет, честно говоря, я бы не рекомендовала вот эти карандаши как тени. Опять же, если у вас есть огромное желание, вы большой фанат Urban Decay, и вам меньше 25, вполне можете смело покупать. Я думаю, что у вас не должно быть больших проблем. Если вам больше 25, у вас нежная ранимая кожа на веках, я бы не рекомендовала этот набор. Ну вот такое получилось ревью, надеюсь, оно было чем-то вам полезно. Пишите, если у вас какие-то вопросы есть или комментарии, с удовольствием прочитаю и отвечу. И всем хорошего дня! Пока!